Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас, меня зовут Вадим Герасимович, вместе с нами сегодня политический и экономический эксперт, аналитик и, как утверждают многие из вас, отец украинской демократии Олег Соскин, Олег Игоревич, здравствуйте. Приветствую, Вадим. Друзья, вежливо, но настойчиво, я продолжаю напоминать, не подписаны на Политеку, пожалуйста, подпишитесь, лайк этому видео поставьте и также прошу подписаться на YouTube каналы Олега Соскина. Олег Игоревич, ну что же, жаркий, знойный октябрь 2024 года, не только в плане аномальной погоды, но и в контексте сверхнасыщенности разного рода событий и процессов, о которых мы с вами сегодня обязательно поговорим. Северная Корея вступит, не вступит в войну против Украины на стороне России, саммит БРИКС, поклоны Гутерриша, новый план Зеленского, откровения Лукашенко, коррупционные скандалы, инвалиды, прокуроры, разоблачения ПСЭК и многое другое. Но сегодняшний стрим я предлагаю начать вот с чего. Путин заявил, что через помощника президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана получил новое предложение о переговорах с Украиной и дал свое согласие. Однако, как утверждает сам Путин, на следующий же день Зеленский сказал, что на переговоры не пойдет. Мяч по переговорам на стороне Украины. Мы готовы на переговоры, которые учитывают реалии на земле и не готовы на что-либо другое, сказал Путин. Олег Игоревич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что это за предложения могли быть от турецкой стороны и от чего мог отказаться Зеленский? Вот, как бы, понятно, что и никто же этого не скрывает. Есть Стамбульское соглашение, правильно? Оно было парафировано в 22-м году в апреле месяце. Его подписание сорвали мировая таласократия. Для этого они прислали Борю Джонсона. Боря Джонсон теперь в книжке своей написал, что он этого не предлагал. Это он действует по модели Лукашенко, который сейчас заявил, что, оказывается, российские войска зашли в Киев случайно. Потому что им так было удобнее выходить. Понимаешь? Что надо делать? Надо выдавать, писать и говорить то, что угодно определенному субъекту. И все. Как говорил, комики говорят, ты говоришь два, я говорю четыре. У нас диспут. А что это у вас на шее? Что на шее? Я говорю, полотенце. Так что вас могут снять или повесить. Понимаешь? Так и здесь. Все просто. То есть, о чем нам это говорит? Что, ну, естественно, Эрдоган, он не получает никакого Турция, никаких преференций. И они не являются бенефициаром от того, что идет эта бойня. В Черном море прямо у их берегов. В любой момент она может сейчас расшириться, потому что в Грузии 26 числа выборы. Поэтому, плюс Молдова. 3 ноября тоже второй тур. Естественно, что Эрдоган в условиях вот тех событий, которые постоянно у него с курдами происходят. Зачем ему еще один фронт? У него и так их очень много. Плюс у него полный обвал экономики, финансов. Лира же падает, понимаешь? Поэтому он очень заинтересован в том, чтобы было прекращение этой бойни. Естественно, что это каким-то способом понижает и у него внутри температуру. И усиливает его позиции, его режима. Он говорит, ну, ребята, вот вы же парафировали, парафировали. Ну, давайте его обсуждать. И, видимо, он с этой же идеей, его помощник или кто там, советник, вышел на Зеленского. Но эти же ребята хитрые. Они тогда говорят, ну, давайте, как Путин скажет. Мы, в принципе, не возражаем. И вдруг Путин говорит, да, окей. Естественно, что для Зеленского, для Ермака и для этого Сибири и хозяев их, этих королевских домов, этого синдиката, это было, конечно, очень неприятно, что вдруг Путин согласился. Ну, и пришлось тебе, говорят, Володя, придется тебе заявить, что ты не согласен. Никаких переговоров не пойдешь. Тебе все равно уже нечего терять. Ты и так у нас парень уже, как говорится, на выданье. Поэтому уже лепи так, как ты говорил. Про этого деда на Красной площади старого, да, как он там называл Путина. Олег Ильич, вот вы говорите о Стамбульских соглашениях, а Юрий Ушаков, это помощник Путина по международным вопросам, накануне БРИКС заявил о том, что Россия приветствует китайско-бразильскую инициативу по Украине, которая предусматривает окончание войны по линии фронта и считает эту инициативу полезной. Ну, отлично. То есть берется это Стамбурское соглашение и смотрятся эти самые пункты. Ну и есть реалии жизни, от которых уйти нельзя. И эти реалии жизни породил Зеленский. Это его результат, его абсолютно неэффективных, совершенно глупых детских усилий вместе с той группой людей, которых он собрал вокруг себя и сказал, что это теперь главная управленческая элита страны. Понимаешь? Сирский, Павлюк, это там Барделович, Барделович, как там его генштаб, да? Паргилевич, по-моему. Паргилевич, да. Даже фамилия такая же, ее даже запомнить невозможно. То есть это просто говорит о том, что с такими фамилиями обычно всегда брали в разные спецорганы, понимаешь? Чтобы никто и запомнить не мог. Поэтому вот это Ермак, это Шмигаль, это Степанчук. Вот вы, ребята, все это натворили. Это вообще можно было всего избежать. На Брик, смотри, приехал Пашинян и Алиев, правильно? И уже они перетерли там под эгидой Путина. И уже почти у них готов этот договор о мире, партнерстве, сотруднике, признании границ и так далее, и так далее. Ну, целый же Антонио Гутерриш, целый генсек, целого ООН приехал. Ты не иронизируй над этим, это очень серьезно. Он приехал, потому что там собрались ведущие лидеры самых больших государств. И не только по населению, но и определенным образом по экономике, по финансам, по рынкам потребления. Нет, Олег Георгиевич, я не иронизирую, я же не сотрудник Министерства иностранных дел, чтобы иронизировать. Понимаешь? То есть человек приехал, потому что он выполняет определенные функции. Его же не Зеленский избрал. Он же не приехал навстречу Путину. Он приехал на 16-е заседание БРИКС, в котором состоят самые крупные государства, назовем их, ну, можно назвать, было бы правильно, это так называемые развивающиеся страны. Их называют глобальный юг и типа восток, теперь Путин стал добавлять. Юг и восток. Ну, так географически как бы так и есть. А с точки зрения геополитических, это развивающиеся страны. Но они уже так развились, что у них ВВП больше триллионов долларов. А население, правильно, это половина населения мира. Поэтому Гутерреш, как генеральный секретарь ООН, поехал туда, его пригласили, он же не сам туда двери там выламывал. Его настоятельно приглашал оргкомитет БРИКСа. Но украинская сторона также настоятельно приглашала его на саммит мира в Швейцарию. Ну и что, а что он там забыл? Там смысла нету. Зачем ему ездить туда, где нет никакого содержания? В чем смысл туда ездить? Он все время там и так, он сам вообще уроженец Португалии, премьером был. Что ему туда ездить? Что он там увидел в той Швейцарии? Он уже все это знает, он уже всеми-всеми встречался. Тем более, ну что они могут ему нового сказать? Поэтому он, естественно, поехал туда, чтобы получить, своими глазами увидеть и получить точные детали этого процесса по Украине, пообщаться с теми, кто, собственно, создал эту платформу, как там она называется, для друзей, да? Мир для друзей, кажется, или как? Друзья мира. Друзья мира, да. Друзья мира. Мир для друзей. Вот. И он, естественно, как бы приехал туда, чтобы получить из первых уст объективную информацию. И как очень мудрый, умный человек, он для себя должен определить, а это возможно к реализации. Или это просто какая-то уловка. Плюс, конечно же, он поехал, потому что на Ближнем Востоке там полная засада. И он поехал общаться на минуточку. Там Китай, член Совета Безопасности, да? Россия, член Совета Безопасности ООН. Правильно? Турция, Эрдоган, страна НАТО, член Альянса. Шдипет, который примыкает, президент приехал туда, в которой к этой войне Объединенные Эмираты, Эфиопия. То есть он поехал так, чтобы понять ситуацию. И вдруг Зеленский, ну, во-первых, это Сибирь такое, себе позволил глупость написать с этими всеми вещами про Гутерриша. А тут еще и Зеленский выступил, что Гутерриш поехал к этому, к Путину. Но это ж ложь. Это некомпетентность. Это не адекватность. Это чистый фейк, против которых Зеленский борется и уже почти все средства массовой информации в стране уничтожил независимой. А сам породил абсолютную неправильную информацию. Олег Игоревич, по поводу риторики Антонио Гутерриша в Казани. Сказал он следующее. Нам нужен мир в Украине, справедливый мир в соответствии с уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Заявил также генсек ООН, что все текущие конфликты в мире, включая Украину и Израиль, необходимо решать, сохраняя приверженность ценностям устава ООН, принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств. Гутерриш говорит о территориальной целостности, о международном праве, об уставе ООН. А Путин говорит о реалиях на земле. Да, но эти реалии на земле это результат действий сегодняшней власти Зеленского. Сирского, Зеленского, Залужного, Умерова. Это они сделали эту реальность на украинской земле. Это их действие. Если бы они не провоцировали Путина, то реальность была бы совершенно другой. Зеленский нарушил конституцию Украины. Страна называется парламентско-президентская, еще раз подчеркиваю, для болванов, зимородков. Долбодятлов. Зеленский не имел права принимать решение свое о том, чтобы не рассмотреть имеющуюся у него информацию об угрозе нападения Путина, вхождения в Украину. Он эту информацию имел, знал до месяца до войны. Он ее скрыл от Верховного Совета. Степанчука надо тоже привлекать к уголовной ответственности за то, что он тоже, видимо, про нее знал. И не поставил этот вопрос на повестку дня. Порошенко, Евросолидарность, Тимошенко, Притула. Все, кто там, этот, как он называется, этот, который был с этим Медведчуками и Рабиновичами, и который сохранился, и сейчас все время у Зеленского под рукой, под мышкой стоит, Бойко. Понимаешь? Они все знали. И никто не внес этот вопрос в порядок дня, что Зеленский и Залужный должны, начальник штаба, как там назывался, Шептала, должны были доложить о угрозе открытой агрессии и принять соответствующее решение, что делать по Конституции, на которой клятву Зеленский давал. И в инагурационной речи он сказал, что будет мир, а не война. То есть он все время говорил другое, но это роль. Я все думал, наверное, это неправда и так далее, там Путин так говорит, там Лукашенко, а это не неправда, это просто люди живут в своей реальности и они считают, что их эта реальность устраивает, а на реальности других они хотели плевать. Это как в курятнике. Кто выше сидит, на того и гадит. Олег Георгиевич, мы сейчас точно с вами не можем вернуться ни в 19-й год, ни в 20-й, ни в ноябрь 21-го и тем более в февраль 22-го. Я по поводу сегодняшнего дня, если позволите. Что это и говорим. То есть кто это все сделал? Чьи неумелые рученьки это сделали? Зеленского. Так вот смотри, ты правильно говоришь, Олег Георгиевич, туда нельзя, история не терпится с лагательным наклонением. Все, туда нельзя вернуться. Единственное, что можно взять оттуда, еще раз, я же с этого начал, Стамбульское соглашение. И начать с Путиным, положить его и начать с ним говорить на эту тему. Что из этих пунктов можно сохранить, что нельзя. А дальше, ну что важно, сказал же Путин. Он говорит, если только входит в действие план, китайско-бразильские модели, это да? Друзья мира, мир друзей. То наступает следующий момент. Надо отменять военное положение. А если отменить военное положение, то надо сразу проводить выборы. И открывать границы, как вы говорите. Конечно. И тогда все эти нормативные преступные акты, принятые против людей в Украине, будут носить криминальное преследование для тех, кто их принял и тех, кто их реализует. Для Павлюка, для главы погранкомитета, сколько людей убито, сколько арестовано, для генпрокурора, для судей, которые осудили, тех, которые якобы. Тогда надо выпускать немедленно Дубинского и всех остальных. Тогда надо немедленно возвращать главу конституционного суда. Понимаешь, тогда все переворачивается полностью. И Зеленский становится уже не героем, а уголовным преступником. Олег Игоревич, и тогда наступает не менее страшное послевоенное время. И мы с вами о нем очень много ранее говорили. Смотрите, по поводу Зеленского и того заявления, которое буквально на днях прозвучало, хочу услышать ваш аналитический комментарий по поводу сказанного. Financial Times, цитирует Зеленского, который сказал, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны. Мы увидели во время Первого мирного саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами, мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, что да. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? И что может следовать после горячей фазы? Заморозка? Да, но он опять сказал то, что делать не собирался. Он просто сделал заявление. Так же, как он сказал и на гуроциную речь, которую он реализовывать не собирался. Так же, как он заявлял, что надо выехать ему с Банковой, это делать не собирался. Так как он сейчас не подписывал до тех пор и не вошел в действие закон про отмену этого времени перехода. Лежит закон, он его не подписывает. Но что тогда должен был бы сделать глава Верховного Совета, раз Зеленский нарушил Конституцию? Проголосовать его, преодолеть вето. Ну а этот же Степанчук этого не делает. Значит, это просто одна группа. Одна группа, захватившая, это называется клика. Вот как это называется. То есть Зеленский просто в условиях Брикса ему надо было прозвучать. Ему сказали, ты должен сказать в рамках перформанса такую фразу, на которую бы все обратили внимание. А он говорит, а какую? Он говорит, вот давай скажи вот про эту, чтобы не бить. По энергетическим объектам. Олег Ильич, якобы эти разговоры, они действительно были между украинской и российской делегацией, в ДОХе, планировали уже все порешать. Писала об этом американская пресса. Но 6 августа началось то, что мы все хорошо знаем. Вооруженные силы Украины начали наступать в Курскую область. И все эти договоренности, если они, конечно же, были, они обнулились, перестали быть актуальными. Может, были договоренности, не были, мы не знаем. Но то, что переговоры такие велись в этой ДОХе, я считаю, что это логовище мировой фашистской матки, исламской. Понимаешь? А они там ведут переговоры. В Омане теперь этот самый Сибирь, вместе, видимо, Ермак дал команду, открыли посольство. А куда первая поездка была Зеленского с Леной своей? Она еще тогда не носила изысканные платья и костюмы, и блузочки. Поехала в таком виде, как бы, цветочках, помнишь? Это все тогда смеялись над этим. Поехала она в Оман. Куда прилетел самолет Медведчука? С кого он привез? Случайно не Патрушева? О чем они там говорили? О чем не договорились? После этого была поездка куда Зеленского? В Британию. С кем он больше, чуть ли не два часа терся? С руководством Ми-6. И после этого все началось. Произошла что? По всем правилам это называется перевербовка. Ну, подождите. Вы еще один важный эпизод забыли. Женевское озеро. Переговоры. Байден-Путин. Ну, это понимаешь, Байден-Путин. Это нет. Это я не забыл. Это все фигня. Байден-Путин, ну, они просто поговорили. Понимаешь? А нужен исполнитель. Исполнитель нужен. Вот как сейчас Ким Чен Ын, это исполнитель. Всегда нужен тот, кто будет эти горячие каштаны для кого-то таскать. Кто в бой пойдет за власть Советов. И как один умрет в борьбе за это, блин. Блин. Вот, Олег Игоревич, именно. Блин. И что вы думаете об участии северокорейской армии, возможном участии армии КНДР в войне этой? Ну, это их полигон тренировки в боевых условиях. Они приехали, да. Когда? 22 октября ратифицировала Россия договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве или что. И там есть некий четвертый пункт, о котором сказал Путин. Да. Четко написано, что в случае нападения на одну из стран другая страна оказывает ей всеобъемлющую поддержку. Любыми средствами. Все в рамках этого радифицированного договора. То есть, о чем идет речь? Смотри. Для чего эти зашли сюда, эта дивизия корейская, 12 тысяч их зашло? Пять генералов, да, как говорит наша Буданова, эти структуры. Пять генералов, потом еще там кто-то... Ну, это ГУР дает цифру в 12 тысяч. По-моему, американская сторона говорила о трех тысячах. Ну, неважно. Три тысячи – это то, что они уловили. Они же ехали разными путями. Они назвали три тысячи как бы один этот самый, типа, мореплавительное средство. Скорее всего, какой-то здесь корабль десантный или... Ну, их дохранища три тысячи – это много. Махбью-то, ну... Так вот, как эти беженцы, которые в Грецию бегут. Их все время греки вылавливают и на свои острова рассылают. Он в Родосе. Они уже в столице острова Родос, уже негде местным жителям ходить. Натаньяк – это премьер-министр Греции, меняет сейчас население. Греков, коренных, на беженцев разных стран. Так вот, смотри, что получается, что они зашли, они прошли первичную подготовку, их одели, обмундировали, накормили. Она говорит, помнишь, как там... Обогрели, обобрали, да. Она говорит, подобрали, обограли. Подобрали, ирония судьбы, да, да, да. Она говорит, выдали все, да, по 200 или сколько грамм мыла, 50 метров туалетной бумаги. Ну, туалетной бумаги могли дать больше. Ну, и все равно они даже такого не видели, объема. Ты что, там вообще они, блин, не знали, что такое туалетная бумага. Там страшные вещи про эту Корею там происходят. Так вот, что дальше прошло. Их, как бы, обкатали, сформировали подразделения, все-все сделали и отправили в Курскую область для освобождения территории. Что на Бриксе заявил Путин про Курскую область? Он говорит, там 2000 этих... Уже их окружили, этих 2000 украинских вояк. А говорит, ну и скоро их уже там всех, типа, перебьют и все. И на этом все закончится. Ну, опять-таки, он же сказал то, что соответствует действительности. Понимаешь? Это не соответствует действительности. Потому что это он уже лепит с августа месяца. А по украинской бойне он это лепит уже, считай, с начала февраля 22-го года. Поэтому путинская реальность совершенно не совпадает с той реальностью, которая есть объективно. Ну, он как натуральный завклубом Трездена, Айенштази. Надо брыхать. Ну, не брыхать, а надо говорить то, что... Знаешь, какая вышла теперь ситуация в этой системе общества спектакля. Надо говорить то, что ты хочешь, чтобы услышали от тебя другие. Вот он и говорит. И главное, что... Ну, я это у себя и у других, это у одного, у кого делал интервью. Это называется «водить козу». Вот Путин, Зеленский водит козу, Путин водит козу, Лукашенко водит козу, Ким Чен Ын водит козу. То есть у каждого своя коза, которую он водит. Да, абсолютно. У каждого своя коза, а еще и гусь бывает в придаче. Так вот, ситуация следующая. Зоопарк какой-то получается. Конечно, скотоферма, нормальный скотный двор. Так вот, получается следующая ситуация, что им надо обкатать вот этот контингент, который пойдет войной на Южную Корею. Это будут офицеры, командиры подразделений, которые зайдут в Южную Корею. Вот для этого их завели сейчас сюда, на боевой испытательный полигон. Конечно, большинство из них, скорее всего, погибнет, но кто-то останется. Потом подгонят еще один, такой же, этот самый, контингент. Это готовятся кадры для нормальной, реальной, мощной войны с Южной Кореей. А здесь проходит просто непилотный проект. Заодно решая задачи Путина по уничтожению, чтобы не гибли его. Его в чем упрекают сейчас? Что гибнут славяне, православные. Что ж ты делаешь, Володя? Он говорит, так хорошо, давайте этими корейцами заменим, любителями собачек. А там, смотри, в Курской области сколько собачек бегает. Понимаешь? А там же еще и куры есть, и петухи, и эти самые кошки. И там полно живности, и кролики. Их пустили туда. Они столько жратвы в жизни своей не видели. Понимаешь? Хоть немножко откормятся на курских хлебах. Так вот, получается, что да. Но теперь получается, что украинцы будут воевать с этими ребятами. Голодными, да? Голодными ребятами. Вот и все. И Зеленскому, конечно, такой Путин всадил ему этот самый, как говорится, вот вам ферма вот другая, асирский. Вот там бар вот кладовая. Как Хрущев песню пел. Вот вам скот, а тут петух. Кстати, у Путина спросили по поводу информации о присутствии северокорейских солдат на российской территории. Интересно прокомментировал. Снимки, говорит Путин, вещь серьезная. Если есть снимки, они что-то отражают. Но хочу обратить ваше внимание, что к эскалации в Украине провели действия не России, а государственный переворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединенными Штатами. Ну, он правда же сказал? Ну, надо же вернуться тогда к истокам. То есть надо вернуться... С событием десятилетней давности, да? Придется. Кто ходил ночью Януковичу перед тем, как это все произошло? И почему Янукович сбежал? И сколько кому денег, по легенде, Янукович дал? Ну, подождите. По поводу денег это как бы все можно списать на какую-то конспирологию, либо туман. Но кто ходил, это вообще известный факт. Те, кто стояли на сцене и выступали. Трио, по-моему, или квартет. Ну, смотри. И трио или квартет выступающих перед сценой, точнее на сцене перед Майданом, они не скрывали, что они принимали участие в переговорах? Нет, они скрывали. Это потом та сторона начала про это говорить. И они тогда, опустив глазки, тоже стали про это говорить. Но они так и не сказали, зачем они туда ходили. Но их особенно никто и не спрашивал. И папа Сэм их не спрашивал. И было договорено. И Янукович согласился на выборы. Досрочный президент. Не позднее декабря 2015 года, я помню, да, один из пунктов этого соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине, который был подписан Януковичем, и Яценюком, и Тягнебоком, и Кличко, и плюс был, кто там был? Сикорский был, представитель Франции. Вот только представитель России, кажется, Лукин или Лунин, Лукин, по-моему, не подписал. Десят лет прошло. Да. Так вот туда надо вернуться. Файлы ж не горят. И тогда, почему он все время говорит Путин про госпереворот? Потому что были нарушены эти соглашения. И тогда, конечно, пошел уже Бедлам весь. Но тогда надо этих всех, кто ходили ночью к нему, кто подписывали, Сикорского заодно надо взять, Лукина этого, и пусть они все расскажут. Что ж там было? И если мы туда вернемся, в ту точку, тогда нам придется начинать оттуда и раскручивать. Понимаешь? И вот как ни крути, мы все время туда попадаем. Поэтому, если говорить про сегодняшнюю ситуацию, если вы, ребята, вот это все наворотили, то сегодня мы имеем… Зеленский это еще в разы сделал хуже. Чем было? То сегодня ситуация простая. Есть реалии. По линии столкновения мясорубки. Но! Но! Можно ли изменить эту реальность в свою пользу? Можно, а чего ж нельзя? Но кто поменяет? Кто? Вот этот неудачник с черной меткой Зеленский? Джокер этот? Кто? Или Стефанчук? Ему надо уже это самое немножко увеличить, же он бедненький там не помещается. Понимаешь? Или Ерма? Или Шмихаль? Или Умеров? Кто? Или заложный этот, блин, карикатурой это? Это же просто, ну, то, что делают они, это, ну, это видно, это нормальный, конечно, квалифицированный, хороший пиар-компании. Они обеспечивают соформирование какого-то ореола вокруг заложного. А он на кого работает? Не на Пинчука и Кучму случайно? Нет? Он не их? Понимаешь? А Притула он чей? Не Пинчука с Кучмой? Нет? А Зеленский, Ермак, а не чьи? Случайно не Пинчука с Кучмой? Не Сороса? А Пинчук чей? Сороса или не Сороса? Клинтонов или не Клинтонов? И опять, блин, упираемся в одно и то же. Тогда, ну, тогда надо, я уже 500 раз про это говорил, ну, тогда, как говорится, страна должна, как бы, родить кого-то, кто сможет, как маленькая Курляндия, маленькая колониальная Курляндия. Курляндия, аж Курляндия, кажется, называлась, или я ошибаюсь, да? Да? Ну, неважно. И сомкнулся социалистами. С Винниченко и Петлюрой, которые его потом мы дали ему под одно место, и он вылетел вместе с немцами. Понимаешь? То есть проблема состоит в том, что надо найти персону, которая сможет вести, ну, надо, первое, это, конечно, надо очистить пространство авгиевых конюшней, которые сделаны. А второе, найти того, кто может, кто их и очистит, и тот, кто начнет переговоры. Олег Григорьевич. И так все и сложно. По поводу переговорного трека, по поводу планов. Вспомнили вы истамбульские соглашения, вспомнили мы с вами и китайско-бразильскую инициативу по поводу плана победы Владимира Зеленского. Британское издание The Economist пишет о том, что Соединенные Штаты Америки посчитали этот план провальным, поскольку предполагает эскалацию конфликта. План следует интерпретировать как способ принудить Россию к переговорам с Украиной на более выгодных для Киева условиях. Затем Зеленский заявил о том, что он поручает разработать внутренний план усиления Украины, план, который должен обеспечить Украине внутренние результаты, которые касаются фронта, экономики, финансовой, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических областей. Отвечать за его подготовку, этого внутреннего, скажем так, плана, будет секретарь СНБО Александр Литвиненко. У нас была или есть формула мира. У нас есть план победы. Теперь появляется, должен появиться некий третий документ для внутреннего пользователя. и для внутреннего пользования в том числе. Ну, так он же как бы выполняет программу, которую ему пишут. Ну вот представь. Вот давай так как бы наглядно, потому что в чём проблема карнавального социума и общества спектакля? А сегодня Украина – это как раз вот этот постколониальный такой аборигенский такой как бы винегрет. Из тех, кто тут остался на этой территории. Потому что более умные и те, которые могут чуть дальше смотреть, они в основном уже выехали. Но есть ещё резерв, которые тоже, я думаю, выедут. Ещё миллионов пять лет будут выехать. Останутся уже совсем, так сказать, те, которые… Это уже чистый постколониальный синдром. Так вот смотри, давай вот для таких, которые живут на бытовом сознании, то есть они неделю помнят. У них жизнь всегда начинается в понедельник, в пятницу заканчивается. И в понедельник, после субботы, воскресенья, какое пиво без водки, начинается новый цех. Так вот давай попробуем объяснить этот процесс. Итак, ты на самолётах же летал, да? Да. В аэропортах вот был, да? Вот представь себе, ты приехал, всё зарегистрировался, билет зарегистрировал, всё сидишь в зале ожидания. Там буфет, как везде. И вдруг раздаётся такая команда. Дорогие, вот вы летите на этом самолёте, например, хотите там типа в Оман полететь или в Саудовскую Аравию. Но тут у нас случилась такая незадача, что у всего пилотного состава вашего самолёта вот что-то случилось типа там с желудками. И поэтому некому лететь. Но мы приняли такое новаторское решение, которое мы делаем как пилотный проект и будем внедрять на других полётах. У нас здесь есть прекрасный коллектив. Это как раз вот эти ребята, девочки, которые продают кофе и обслуживают вас вот и разными напитками. И поэтому тот, кто продаёт кофе и наливает, Борис, кажется, да, он будет командиром корабля. Девочки, которые на этом, будут стюардессами. Ну, стрёмное дело под такое подписаться, скажу вам. Почему стрёмное? Ну почему? Нормальное дело. Вы бы подписались? Подожди. Так я ж... Мы же с тобой про общество спектакля. Те, которые на 95-й квартал бабло своё давали и ржали там над этими политическими скабрезностями, хохотушки там сидели все. Так вот, и этот ещё был, «Рассмеши комика». Помнишь, кто рассмешил, тому бабки давали. Так вот, смотри, садят эту всю команду в этот самолёт, блин. Те, которые умные, они говорят, «Да нет, спасибо, мы лучше тут останемся, ещё немножко виски выпьем с кофе, да, или коньяк». А этих экспериментаторов, так, пожалуйста, кто готов ради экспериментов? Да, любителей острых ощущений. Так вот, то же самое произошло в 19-м году в Украине. Комика. Он же сам про себя пишет. Шоумен, актёр, малых и больших театров. И вот эту всю группу, весь этот качан с капустой, посадили в высшее кресло. Украинского этого и так разваливавшегося самолёта, но всё-таки ещё летающего. Понимаешь? Это сейчас как российская авиация разваливается на глазах вся. Они сейчас берут турков или кого-то просят, или Казахстан, чтобы Казахстан обеспечивал внутренние авиаперевозки в Российской Федерации. Так вот, садят их весь этот самолёт под названием «Украина». И уже пять с половиной лет вот эта команда этого буфета гоняет этот самолёт по разным весям. Но он уже готов развалиться полностью. Понимаешь? А те, кто умные, они, так сказать, сидят и наблюдают это по экранам. Что происходит? Один миллион в этом или девятьсот тысяч в Польше. Один и сколько там? Полтора миллиона в Германии. Ну всего, больше десяти миллионов в разных местах. Понимаешь? Вот тебе картинка. Поэтому как из этого выйти положение? Выборы? Какие нафиг выборы? Чтобы избрали вообще каких-то, те, которые могилы на кладбищах роют? Новый президент будет гробокопатель, команды гробокопателей. А этими самыми в его офисе президента будут работать те, которые эти самые возят, вносят на плечах эти труны, гробы. А этими возьмут главами обл. администрации тех, кто в этих крематориях спаливают. Классная команда будет, суперклассная, чтобы уже докончательно докопать, дожечь крематориях и сжечь Украину. То есть мы находимся в глухом мешке. Ну не мы, а те, которые решили, так сказать, сделать ставку на Зеленского, на этих всех слуг. Выход, что сказал Запад? Ребята, мы с вами в эту игру не играем. Но, как известно... Как сказал Шольц, в НАТО не берем, Тауруса не даем. Ты ж подожди, кому он это сейчас еще второй раз сказал публично? При ком? К нему приехал для этой цели кто? Берлин. 24-го числа, октября. Целый президент Словакии, Пеллегрини, вода, кажется, такая итальянская есть, да? Приехал в Пеллегрини, и они вместе там публично заявили, что никакого вступления Украины в НАТО быть не может. Так и Джулиан Смит, посол США при НАТО, сказала, что мы все делаем ради приближения Украины в Альянс. Ну вот мы приближаемся, приближаемся, приближаемся и приближаемся, никак приблизиться не можем. Короче говоря, по поводу НАТО сказано нет. То есть первый пункт плана победы Владимира Зеленского, его все отвергли. К такому выводу мы приходим. И второй тоже, по поводу ракет и глубины дальности. Все. Шоль сказал, даже не говорите со мной на эту тему. Все. То есть никаких-то урасов не будет. Понятно, что американских ракет тоже не будет. Все. Что сказал этот им Остин? Говорит, у вас классные беспилотники, ими продолжайте бить. Правильно? Правильно, американских. То есть два пункта главных. А Зеленский говорит, что если нас партнеры не поддержат, он их партнерами называет. Почему-то он их называет партнерами. Непонятно почему. Они его послали на три буквы. Уже даже не просто фигуру из трех пальцев, посыпанную сахарной пудрой, а просто на три буквы послали. И сказали, отстань, Зеленский. Но более того, что они сделали, это вообще, конечно, это в лучших традициях капиталистического золотого миллиарда. Они говорят, у нас уже денег на тебя, Зеленский, нету. И на твою страну. Поэтому будем давать кредит за деньги Путина. Замороженные активы, да? Да. Ну, украденные. Украденные активы у Путина, у Российской Федерации. Государственные активы и частные. То есть, это просто фантастическая, так сказать, находка. Взять, украсть деньги другого государства, их пустить в оборот и под них выдать кредит. Олег Игоревич, тем временем, Главное управление разведки заявляет, что по Украине готовится проведение митингов-провокаций, направленных на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности, спецслужб, для общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины. По утверждению ГУР, такие акции готовятся в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах. Как заявляет разведка, людей набирают за деньги через анонимные аккаунты в Телеграм. Помните, была вот эта история? Шатун, не Шатун? Да, операция Шатун. Да. А она всегда, эта информация, это видно уже, это уже где-то из последних конвертов, этот достает, этот Литвиненко. Они лежат там еще со времен Кучмы, конверты. И там достают по мере того, как режим проваливается, да, все больше, больше и больше, там начинают доставать конверты. Ты, ну, я думаю, ты же должен помнить эту 2000 какого? Четвертого года первую помаранчевую, ну, не первую, это вторая, первая была на граните революции. Да. Вот. Тогда был у Кучмы кто главой администрации? Медведчук. Должен был стать главой администрации Кравченко Юра. Но он прокололся. В бане тогда рассказывают. Вот. И на диктофон записали его, что он говорил. Ну, и поэтому поставили Медведчука. И под него группка такая возникла. В том числе и Пинчук там был. Вот. И тогда что Медведчук сделал? Появились тогда так называемые, как же это они назывались? Когда секретные директивы выходили, что говорить надо было? Темники. Темники, да. Темники. Темники, да. И тогда говорили. Можно поднять же там, как называли тех всех помаранчевых. И помнишь, тогда говорила жена Януковича, Дена, не знаем, что с ней. Говорила, это ж апельсины наколотые. Да, на митинге она выступала. Да, знаменитое ее выступление. Приезжала Нуланд тогда, говорили, печеньки раздавала. Не, подождите. Нуланд это 13-14 год. А кто ж тогда приезжал? А кто ж тогда приезжал? В четвертом году? Да. А Данкус приезжал, Квасневский приезжал. Когда круглые столы в Маринке собирали. С британской стороны кто приезжал? С британской? Американской. Колин Пауэлл был на инаугурации. А кто был, кто, да это при чем тут? Кто был тогда американским президентом? Так, 2004-2005 год. Буш младший. Обама? Буш. Обама был в 2008-м, победил. В 2008-м победил, правильно. Правильно. В 2000-м году были выборы Буш и Альберт Гор. Да, да, да. А в 2004-м, по-моему, был Буш и Керри, кажется. Буш и Альберт Горьев, это демократ, это Обама, не Обама, а этот сейчас, как он называет, нынешний, боже, Байт Байтон. Смотри, ну, не важно. Ну, Буш, когда была оранжевая революция, Буш младший был президентом Соединенных Штатов. Соединенных Штатов, да. Но тоже тогда кто-то приезжал от них. Ну, кто тогда приезжал, да. Ну, было же тогда, Кинок стоял, и Мороз был там, и Петя, и Порошенко, и этот самый же этот, как его, которого Ющенко и Юля, все в оранжевом стояли, да? Даже Азаров был, по-моему, когда Новый год праздновали на Майдане, встречали в 2005-й, даже Азаров там появился на сцене. Ишь, как оно все, а потом все продлевается. Так вот, но темники были, правильно? И тогда заявляли, что эти проклятые все, вот эти, которые на Запад работают, делают провокации, готовят провокации и так далее, и так далее. Потом то же самое было, когда, вспомни, началась эта революция гидности. Заявили, что сделана провокация, Севкович тогда, а у Севковича тогда помощником кто был? Нынешний этот самый, Етьманцев? Севкович и Попов тогда, да, кажется, были, тот главой администрации, а тот администрации, это Киева был, а тот был, это, и тогда, когда студентов побили ночью, тоже говорили, совершена провокация, провокация, и вот отчитали вот эти тексты писем, которые ты сейчас дочитал. Потом при Порошенко то же самое было, потом, а перед этим при Януковиче. Теперь уже, когда... Повторяется, все циклично, да. Они даже тексты не меняют. Они тексты то не меняют. Такие уже зажрались так, что, говорит, доставай тот письмо, желтое, будем зачитывать текст. Готовятся за деньги провокации вражеских сил. То есть сначала надо довести народ до концлагеря, сажать их в бусики душегубки, это почти как у Гитлера газовые камеры в концлагерях, а потом начинать рассказывать, что кто-то где-то честно жить не хочет. А про себя рассказать нет. Поэтому это означает, плюс то, что Зеленский позвал к себе, вдруг вспомнил, что есть такие какие-то общественные организации, и позвал их к себе каких-то... А, представители гражданского общества, да. Да, но он их даже не назвал гражданское общество, он говорит общественные организации. Он слова не может выговорить гражданское общество, у него нет уже этого общества гражданского. Вот. И тогда идет параллельно, Литвиненко говорят, ну, парень, ты у нас главный криптолог, разведчик, теперь наступает твоя очередь, будешь водить козу. Что, оказывается, есть план свержения режима. Понимаешь? Вот. Ну, и теперь рассказывают, что это же уже под подкуп пошел. Ну, так то же самое это, которое гусей пасет там в Молдове. Она же, у нее главная ее черта биографии, что она в детско-подростковом возрасте пасла гусей. Ее мама с папой посылали, эту, как ее, нынешнюю президентшу Молдовы. Понимаешь? Она гусятница. Те коз водят, а она гусей водит там в Молдове. Так вот, она же тоже сказала, что подкупили 300 тысяч в голосу, все скупили. Ты представляешь? Как сама проиграла, значит, все скупили. То есть, вот это паршивое, оно не имеет значения, в какой наряд рядится человек, субъект. Они все врут. Как только они проигрывают, говорят, это потому что подкупили. Мы такие честные, мы такие сильные, мы такие хорошие. Но потому что подкупили, поэтому провалился в Молдове фактически референдум. И она не выиграла в первом туре, а второй, я думаю, проиграет. Везде власть клептократов, мафии. У нее главная черта, когда она утрачивает власть, она говорит, что противники кого-то подкупили. Смотри, чем лучше то, что сейчас Зеленский говорит, по сравнению с Министерством юстиции, которое прислало этому маску в его структуру, которую он создал, письмецо, что можно подозревать, что его вознаграждение, которое он дает тем, кто подписывает петицию за сохранение поправок Конституции о свободе слова и справе на оружие, свободное приобретение, это является подкупом. Понимаешь? Ну так чем тогда министр юстиции США Байдена отличается от Литвиненко, секретаря нынешнего этого совета? СНБО, да. Да, Зеленского. Ну принципиально ничем. Олег Ильич, тут по поводу Илона Маска интересная информация появилась. Wall Street Journal пишет о том, что Маск регулярно общается с Путиным. Они обсуждают личные темы, деловую геополитическую напряженность с конца 22-го года. Кроме того, после начала войны Маск общался с главой администрации президента РФ Сергеем Кириенко и несколькими другими чиновниками. По данным Wall Street Journal, Россия ранее обращалась к миллиардеру с просьбой не активировать терминалы спутниковой связи Starlink над Тайванем. Это было сделано в качестве одолжения Китая. Ну теперь появилась мадам какая-то, которая была моделью, которая заявила, что там 20 или 30 лет назад на нее ее обнимал Трамп. Боже, сколько уже было этих моделей, которые это заявляли за последние несколько лет? Так я же тебе объясняю. Боже, сколько всяких есть Нью-Йорк Таймсов и прочих Волшингтон-постов, которые заявляют про то, что кто-то с кем-то общался. Или Маск такой глупый, что если бы он с Путиным общался, то он регулярно, говорит, как вы, говорит, чувствуете себя после бани? Говорит, особенно хорошо первые три месяца. Понимаешь? Так вот здесь и так точно Wall Street Journal пишет. То есть, это Ротшильдам, кажется, он теперь принадлежит, этот журнал. То есть, ну чего? Они, понимаешь, у них есть определенные бренды, которые сохраняют какой-то ареал, ареал пиетета. Потому что в Советском Союзе это все были издания запрещенные. Ну, как «Голос Америки», да, который там тихоря люди подслушивали. Ну, для этого переделывались на коротких волнах приемники. Да, я читал. Ну, ты читал, а я знаю. Понимаешь? Мы были все участниками этих процессов. Так вот, ситуация в следующем происходит, что видно совсем у Камалы плохо. Очень плохо. Если Байден заявил в Делавере перед активом Демпартии пару дней назад, 22 октября, говорит, надо посадить его куда-то, он сказал, в мешок под замок Трампа, представляешь? А вообще, типа, лучше его кончить, блин. Это же полный уже алис. Но тут же опасность в чем? Я делал на своем канале видео. Байден же посылает импульс. Информационное пространство. И потом появляются опять такие, как было, три попытки. Одна почти удалась в покушении на Трампа. Вот сейчас он опять этот импульс послал. Дальше, смотри. Уже этот бедненький Обама понимает, что его мало. Он позвал этого рэпера. Как там он в кожаном плаще? Эминем. Эминем, да. Эминем. И Обама его цитировал какую-то его песню. Про мамы и спагетти, которые выходят с организма. Понимаешь? То есть у Обамы что-то уже с головой сильно выходит. Понимаешь? Это уже фактически называется стадия, когда про такие вещи говорят публично, что у человека была одна в мозгу извилина, плавно переходящая в толстую кишку. Слушайте, ну там уже эмоции вообще зашкальт. Я боюсь себе представить, что будет ровно за неделю до 5 ноября. Тут уже осталось сколько? Десять дней остается, елки-палки. Время быстро летит. Так я же тебе говорю, что нашли даже подружку, которая говорит, что ее с Эпштейном пришел к ней, типа, что она с Эпштейном пришла к Трампу. И что у нее письмо есть. Слушайте, ну мы опять же, мы это все слышали в 16-м году, во время выборов Трамп-Клинтон. Правильно. Правильно ты говоришь. Точь-точь. Один в один. Только фамилии другие. А обстоятельства те же. А я тебе зачем эти аналогии провожу, параллели? Что точно эти же слова, которые сейчас приводятся, про то, что кто-то готовит какие-то митинги, они были, начиная с помаранчевой революции. Они были, кстати, и в первую революцию на граните. То же самое все было. То есть, когда мафия, клептократы хотят, понимают, что под ними развели костер и посадили их, какой-то чугунный чан с водой, и она начинает закипать, они начинают придумывать всякую ерунду. Понимаешь? Но это о чем говорит? Что конкретно, если брать Украину, то у Зеленского начинает серьезно зашкаливать и подгорать. И у его хозяев. И, естественно, это надо говорить про Холдинг, Пинчука, Сороса, Саши Сороса, конечно, сына Сороса. То есть, их план начинает что-то не срабатывать. Понимаешь? Потому что никто не хочет в это лайно попасть. Все идет не по плану, да? Ну, еще не все, но начинается хороший процесс. Олег Игоревич. Олег Игоревич, и в завершении нашего сегодняшнего разговора не так уже много времени у нас остается. По поводу заявления Александра Лукашенко мы нашим зрителям обещали обсудить. Во-первых, выборы пройдут раньше, чем планировали. Не летом. А? На полгода раньше? На полгода, да. Не летом 25-го года, а 26-го января 25-го года. Поговорим и об этом. Так вот, по поводу заявления самого Лукашенко. Попытка включить Беларусь в состав России приведет к войне. Его спросили, какие перспективы и вызовы сейчас стоят перед союзными государствами. На что Лукашенко сам поднял тему невозможности полноценного объединения. Разговоры о том, что империя там, сателлит, не сателлит, что внутри России вступить и прочее, встаньте на мое место. Вы бы что, будучи президентом суверенного, не говорю, независимого государства, мы друг от друга зависим. Суверенного государства, которое не имеет границ, не по своей вине ставшего суверенным. Это государство завтра бы уничтожили. Я на это пойти не могу, и меня никто на это не уполномочил. Это во-первых. Во-вторых, любое телодвижение, любого политика в этом направлении, он будет снесен белорусским народом. Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая-сакая. Мы вам будем помогать, и дальше вступайте в состав России. Так, вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. И добавил, что у них с Путиным никогда так вопрос не стоял. Но в России кое-кому не имется и в высоких кругах. И он призывает это выбросить и дальше выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. Так вот он все и сказал. Это же сигнал. А что заявил Путин про отношения с Северной Кореей, он сказал, что мы вышли на союзнический уровень. Почти то же самое, что с Белоруссией. То есть Северная Корея движется по пути создания СРФ союзного государства по модели с Белоруссией. Поэтому Белоруссии тоже дали ядерные ракеты. И у Северной Кореи, как сестра Ким Чен Ына назвала Южную Корею и Украину. Киев и Сеул. А говорит, это, как она сказала, собаки, какие собаки? Сорвавшиеся с... Сорвавшиеся. И типа какие-то плохие, не обученные, в общем-то, такие вредные какие-то собаки, которые были выращены в США. Представляешь? Посылочка. Со стороны. Она, между прочим, заменяла Ким Чен Ына, когда у него там было не все хорошо с его кондициями. Понимаешь? Это фактически она, притом никто не знает, в каком точно году она родилась. То ли 87-й, то ли 88-й, то ли 89-й. Но самое главное, что она училась вместе с Ким Чен Ыном и за ним приглядывала в Швейцарии. Они же там получили образование. Прекрасной нейтральной Швейцарии, где Зеленский проводил над Лозаннским озером первую формулу мира. Понимаешь? Вот какие интересные параллели. Правда, там и Ульян Бланк-Ленин сидел в кафе, пиво жрал каждый день, на девочек смотрел, в них лежи кан-кан танцевавших и говорил, да-да-да, да-да-да, возникло движение дадаистов. До сих пор кафе стоит в Тюрихе. Можно пойти посмотреть. И дом сапожника рядом, где они целые с Крупской и Нессой Арман снимали целый этаж. К сожалению, не сохранили этот этаж, где они там занимались все вместе революционной кружка деятельностью общего. Понимаешь? Говорит, у них был один этот самый, на весь кружок, на много кружков. Так вот, ситуация следующая, что, по сути, Лукашенко как бы выстраивает линию, что белорусы, вы не бойтесь, бойся, бойся, ты не беспокойся, я тебя не трону, ты не бойся, да? он говорит, я иду на какой-то уже, он с 94-го года, это уже, блин, вообще какой-то термин, он говорит, пока руки носят, пока еще не на кладбище, буду вами руководить. А если на кладбище, то все равно буду вами руководить. Да, как Галкин рассказывал, как Путин их, это Жириновского и других будет, говорит, когда выборы надо проводить, он их будет, и они встают и уже начинают оппозицию играть. Ну, Жириновский уже отыгрался с Кобзоном и другими. Так вот, смотри, что получается, что Лукашенко заявляет, что никакого поглощения не будет. Фактически, Путин играет какую линию? Миротворца. Он замирил Армению и Азербайджан и вывел оттуда войска. Он вывел войска ОДКБ с Казахстана, с Такаева. Он сейчас играет Грузии игру, что он им сразу говорит, если только мечта побеждает, Южная Осетия входит к вам обратно. Он говорит Молдове, если побеждают эти самые силы этой Гусятницы сразу же создают конфедерацию в составе Молдовы, Приднестровской Республики и Гагаузи. Он показывает, ребята, вот, я за мир. Он сейчас говорит, я же не хочу воевать. Я не хочу, давайте останавливаемся, давайте замораживаем, хватит убивать один другого. Давайте остановимся и, говорит, будем говорить по факту. Гоша он говорит. А Зеленский говорит, нет, я не буду. У меня еще есть пару миллионов, 6 миллионов мужчин-украинцев не стало на учет. Я отменил бронирование, поэтому мы будем отлавливать мужчин. Я дал команду типа Павлюку, Павлюк сказал, нагидников будем мы ловить от них избавляться и украинцев будем бросать и дальше, чтобы они теперь пусть воюют с северокорейцами. Вывод очень простой. Власть Зеленского добегая кинься. У них начался мандраж, потому что Запад уже понял, что деньги у него на Зеленского закончились на этот эксперимент, больше он денег давать не будет. Главные королевские дома, особенно Британский, идет по пути разложения. Карла в Австралии там послали по полной программе. То есть все, он будет идти на отречение от престола, скорее всего. Поэтому начался полный разлом всей европейской системы и это означает, что Украине надо немедленно выходить с этого огненного каскада, куда его завел Зеленский. в 22 году в феврале. И если не выйдут, то тогда я не представляю, тогда фактически мы подошли к процессу, когда должна начаться фаза анархии открытой. Это формирование на региональном уровне так называемых автономных боевых подразделений. Как говорится, каждый за себя, один бог за всех. И будет один враг, это всех, кто носит печать Зеленского слуга народа. Со всем этим я вас всех и поздравляю. Друзья, Олег Соскин был сегодня вместе с нами. Олег Игоревич, спасибо вам за разговор, спасибо вам за содержательный эфир. Благодарю наших зрителей, слушателей и подписчиков нашего канала за внимание, за то, что вы есть, смотрите и следите за всеми процессами, которые происходят не только в Украине, но и в мире, не подписаны на Политеку. Пожалуйста, подпишитесь, лайк этому видео, поставьте на ресурсы Олега Соскина, также призываю, прошу всех вас подписаться и оставайтесь вместе с нами. Самое главное вы знаете. Берегите себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok